Итак, 14-я полезная мелочь, и под 14-й полезной мелочь хочу выделить вот такие мини-перелеты в самом внутри самого города, и еще расскажу о струях, соответственно, струях воздуха, которые также могут быстро доставлять вас в определенные участки. Так, ну, первонаперво, телепорты внутри города, да, то есть, честно скажу, что раньше такого не было, то есть, частенько приходилось там на каких-то кораблях сюда долетать, или еще хуже бежать, то есть, наконец-то там, по-моему, с 3 или с 2,5, я не помню, когда вели эти статуи, с помощью которых можно быстро телепортироваться между ключевыми моментами города, то есть, вот, либо сюда, либо сюда. Да, сюда это крафт, сюда это просто общая площадь, платите также деньги, да, и прыгайте. А, да, платите небольшое количество, вот, удобно, в том плане, что экономите время, быстро достигая своей цели, то есть, пока этих статуй не было, частенько иногда приходилось минут 5 бежать, вот, да, вот отсюда, сюда. То есть, пока вы сюда прибежите, тут ходили такие, эти, воздушные вагонетки, на нее напрыгайте, туда бежите, не дай бог упали в этот момент, опять заново, опять отсюда, опять сюда, опять сюда лететь, то есть, это был довольно-таки такой большой геморрой. Вот с помощью этих статуи это убрали. Есть не в каждом городе, насколько я знаю, есть вроде как в Сарпане, не, не в Сарпане в этом, а, ну да, в Сарпане, по-моему, как раз есть, да. Здесь есть, может быть, еще в каких-то городах, но не в каждом, опять, не в каждом городе. Дальнейшее продолжение нашей полезной мелочи, вот, хочу обратить внимание на такую статую, Airline. Она позволяет доставить вас автоматически до определенного местоназначения. Особенность данной статуи в том, что она Макроса вас отправляет в путь, вы в этот момент сделать ничего не можете, то есть, вы не можете соскользнуть с этого пути, он прописан. И в то же время вас никто не может в этот момент атаковать. То есть, навестись на вас могут, вроде как, но при этом атаковать вас нельзя. Вот, ну, тоже своеобразная такая быстрая вагонетка доставки вас до определенного места. Сейчас мы летим непосредственно в Сатерию. Вот, и с Сатерии мы будем смотреть, что такое этот вот воздушный туннель, про который я обещал рассказать. То есть, тоже частенько пользуйтесь вот этим средством, оно хорошее. Единственное, как бы жаль, что нельзя его, вот эту вот анимацию прекратить, полета. Единственное, заставляет это все смотреть. Ну, с другой стороны, ландшафты здесь красивые, поэтому почему нет. В принципе, они не надоедают так сильно. И, в принципе, это не пять минут полета, поэтому можно потерпеть. Итак, мы в Сатерии. Урок начну с описания сразу непосредственно самой, самого воздушного потока. Итак, продолжая нашу полезную мелочь, рассказываю вот о так называемых ветряных ускорителях. Ветряных потоках. Вот, в общем, во-первых, на карте можно увидеть, но вот плохо, приходится увеличивать. То есть, вот он, синенький идет поток, и таким образом можно понять, куда вы прилетите. Вот, например, вот этот поток приносит нас непосредственно прямо к входу в Селентеру. То есть, не обязательно нам бежать там, каким-то дорожками, искать вход, как там туда пройти. Вот, единственное, что советую перед тем, как куда-то вообще лететь, всегда изучать, куда это приводит, в какую зону. И опасна ли она для вас или нет. Потому что вот туда, куда мы прилетим, там открытая боевая зона, соответственно, порой надо сворачивать. Вот, с этих потоков можно в любой момент свернуть. То есть, в отличие от предыдущего потока, который активируется компьютером и до конца, скажем так, перевозки вас не трогает. И обычно вы из такого потока, то есть, такого телепорта, такого полета, скажем так, оказываетесь в нейтральной зоне, где вас атаковать не могут. То вот с таких ветряных потоков вы можете оказаться где угодно. И частенько бывало так, что человек телепортировался непосредственно прямо на пятерых астма. Ему было очень невесело, особенно если он на высоком ранге был. Ну, как это работает? То есть, вот вы видите, там еще вдалеке несколько потоков также работает. Вот. Работает это все очень просто. Попадаем в поток, полетели. Можем ускориться, если вам это необходимо. Вот, в любой момент можно свернуть. Вот, внизу можем наблюдать. Пока на потоке атаковать вас, в принципе, могут, вроде бы как, но не успеют. Потому что атака довольно-таки... То есть, полет довольно-таки быстрый, и атака, по-моему, вряд ли пройдет. Вот как... Ответ на что я говорил ранее, то есть, заранее желательно прыгать, это вот, например, вот свернуть вот здесь. А потому что, вылетая непосредственно там, Вы окажетесь на такой довольно-таки открытой территории. И если там будут под вами астма, то они быстренько сориентируются, Под вас подбегут, и уже дальше будут сопровождать ваш полет. И как только вы окажетесь в зоне действия, Если там, допустим, маг или лучник, то ничего там хорошего уже не будет. А зная зону, я вот просто знаю, что вот тут у нас гарнизон стоит наш, Под которым можно забежать, и ничего страшного вас не ждет. Вот, поэтому с такого потока прыгаем отсюда, И, соответственно, если, допустим, видим астму там внизу, То отбегаем и ждем дальше по ситуации, разбираемся. Там, не знаю, либо в клан пишем, в легион, О том, что у вас мы либо просто линкуем, Допустим, то, что на карте куча астма. Вот в этой там локации, да, и пишем там астма. Вот, и куча желающих заработать халявное АП Тут будет через 5 минут, в принципе. Бывает так, бывает. Никто, конечно, не приходит, или мало приходит. Вот, поэтому вот данные плюсы и минусы ветряного потока. Ну, в принципе, больше плюсов, конечно, чем минусы, Потому что быстрее доставляет вас до места назначения. Но вот, как бы он до конца не защищает вас, В отличие от двух других средств передвижения. Средств передвижения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok